Всем привет! И сегодня мы проведем обзор беспроводных наушников от компании Xiaomi под названием Mi Sport Bluetooth Headset. Наушники имеют влагозащиту по стандарту IPX4, работают без подзарядки до 7 часов и предназначены для активного занятия спортом. Ну что же, начнем наш обзор? Поехали! Наушники на сегодняшний день официально доступны только в Китае и выпускаются в двух цветовых решениях. Белые, белосеребристое исполнение и черные, черно-серебристое исполнение. Наушники поставляются в белой коробке. На передней стороне, через прозрачное окошко, видны сами наушники. Ниже располагается логотип Mi. На обратной стороне имеется штрих-код, наклейка проверки гаджета на оригинальность, а также технические характеристики на китайском языке. Время работы 7 часов, время зарядки 2 часа, дальность связи 10 метров, Bluetooth версии 4.1 с поддержкой новейших протоколов, емкость аккумулятора 100 мАч. Ну что же, давайте откроем коробку и посмотрим, что лежит внутри. Внутри мы имеем сами наушники, microUSB кабель зарядки, пакетик со сменными амбушюрами, а также инструкция на китайском языке. Вот так выглядит кабель зарядки. Вот так выглядит инструкция. В комплекте с наушниками идут аж целых 5 пар сменных амбушюр. 4 пары располагаются в отдельном пакетике, а 5 уже установлено на наушниках. Наушники относятся к типу внутриканальных и имеют массивную дужку для крепления к ушной раковине. Так как это беспроводная версия наушников, то проводов как таковых практически нет. Единственный провод соединяет между собой два наушника. Провод выполнен из эластичного материала, по ощущениям напоминает таковой в Piston Fresh Edition. На проводе имеется бегунок, регулирующий кабель во время ношения. Со стороны правого наушника располагается пульт управления с многофункциональной кнопкой и отверстием встроенного микрофона. Кнопка полностью утоплена в корпус, поэтому ее не только трудно нащупать вслепую, но и неудобно нажимать. Далее идет массивная душка, выполненная из эластичного софт-тач пластика белого цвета с металлической вставкой вместе соединения кабеля. Далее идет сам наушник, внутренняя часть которого выполнена из софт-тач пластика. Снаружи имеется алюминиевая вставка. На корпусе правого наушника располагаются кнопки регулировки громкости с одной стороны и микро-USB-порт для зарядки с другой. На алюминиевой вставке имеется светодиодный индикатор. С внутренней стороны наушников имеется маркировка «правый-левый наушник». Под амбушюром располагается эластичная сеточка белого цвета. Время автономной работы. Тестирование будем проводить с помощью 2-амперного USB-порта сетевого фильтра Xiaomi и специального тестера. Для начала произведем 10-минутную зарядку наушников. Подключаем гарнитуру к тестеру и включаем сетевой фильтр на 10 минут. В результате за 10 минут наушники получили 14 мАч. Этого заряда хватило на 1 час 17 минут прослушивания музыки на средней громкости. Теперь произведем полную зарядку. Итого, время полной зарядки 1 час 36 минут. Входная емкость наушников составила 108 мАч. Этого заряда хватило на 7 часов 15 минут прослушивания музыки на средней громкости. Функционал кнопок. Из выключенного состояния зажатие кнопки пульта более 4 секунд переводит наушники в режим сопряжения, после чего достаточно выбрать устройство с китайскими иероглифами на смартфоне. Длительное нажатие кнопки пульта включить-выключить гарнитуру. Двойное нажатие вызвать последний набранный номер. Однократное или многократное нажатие кнопок регулировки громкости уменьшить-увеличить громкость в самих наушниках. Длительное нажатие плюса следующий трек, минуса предыдущий трек. Однократное нажатие кнопки пульта play, пауза. При входящем звонке однократное нажатие кнопки пульта принять или завершить вызов во время разговора. Зажатие кнопки в течение 1 секунды отклонить вызов. Для iOS зажатие на 1 секунду кнопки пульта вызов Siri, остальные функции аналогичны Android. Что касается микрофона гарнитуры, то он работает стабильно, но к сожалению качество голоса передает заметно хуже встроенного в смартфон микрофона. Радиус действия. В результате моих измерений на открытой местности наушники способны уверенно принимать сигнал на расстоянии до 17 метров. В помещении же результат может быть чуть хуже из-за различных препятствий и помех. Звучание. Используя iPod Touch 5-го поколения и сторонний плеер Capriccio, прослушаем 10 специальных композиций в вейп-формате. Для сравнения будем использовать бюджетные проводные наушники Piston Fresh Edition. По результатам теста я пришел к следующему выводу. Хотя наушники и беспроводные, звучат они в области средних и высоких частот намного лучше, чем Piston Fresh. Что же касается баса, то здесь Piston Fresh оказывается немного впереди. В целом звучание Mi Sport мне понравилось больше. Звучат они четче и детализированнее, хоть и с уклоном в сторону средних и высоких частот. Что касается громкости, то здесь Mi Sport на голову опережает проводные наушники. Наверное, это самые громкие наушники, которые мне приходилось когда-либо слышать. Дизайн. По качеству исполнения у меня претензий нет, наушники сделаны хорошо. Что касается внешнего вида, здесь я бы поставил наушникам 4 балла по 5-бальной шкале. Хотя наушники в целом неплохо смотрятся, все же у конкурентов типа Meizu EP51 дизайн, как по мне, поинтереснее. В наушниках имеется защита по стандарту IPX4. Данный класс подразумевает защиту от дождя и брызг в любом направлении. Соответственно, внезапный дождь или просто пот им не помеха. Недостатки. Главным минусом я бы назвал неудобство посадки наушников. С одной стороны, наушные дужки обеспечивают уверенное крепление к ушной раковине. Даже при сильной тряске наушники сидят как влитые. С другой стороны, дужки тянут наушник на себя, при этом ухудшая посадку амбушюра, что приводит к потере герметичности наушника с ухом. В результате и без того не чемпионский бас становится еще слабее. Так, чтобы оценить истинное звучание наушников, мне пришлось одевать их обычным способом. Без использования дужек. Ну что же, по результатам тестов хочется отметить классную автономность наушников. Что касается звука, то он мне также понравился, если не использовать дужки. А с дужками же звук становится более плоским и немного разочаровываешься в наушниках. К сожалению, у меня нет под рукой Meizu EP51, чтобы лоб в лоб сравнить двух конкурентов. Но думаю, потенциальному покупателю стоит и на них обратить свое внимание. Так как у них немного другое крепление на ухо, да и дизайн, как по мне, будет поинтереснее. Ну что же, это был обзор Bluetooth наушников от компании Xiaomi под названием Mi Sport Bluetooth Headset. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!